Это главный эфир. Здравствуйте! Очередная информационная неделя подходит к концу, и мы вместе подводим итоги на Беларусь-1. Важных событий, как всегда, хватает, а центральной темой можно назвать наведение порядка, как внутри страны, так и в контактах с партнерами и за рубежа. Беларусь остается открытой для разговора со всеми, кто говорит на языке созидания. Ну а тех, кто выбирает путь конфронтации и санкций, ждет равнозначный ответ. Все справедливо и предельно просто, но, как показала практика, некоторым странам бывает очень сложно признать свои ошибки и перейти к продуктивному диалогу. Может быть потому, что у самих проблем хватает. Конфликт между Арменией и Азербайджаном хоть и ушел из горячей стадии, но до сих пор место силы больших политических игроков. По всей Европе продолжаются протесты, не остывает информационное поле и после американских выборов. Тем временем беларусы спокойно наводят порядок в своем собственном доме. Главное не допустить провокаций и конфликтов, в которых могут пострадать люди. Как идет эта работа и кто стоит за попытками радикализации протеста, расскажем совсем скоро. Но сначала побываем в Гомеле, где обсуждалось будущее нашего гиганта машиностроения, а также узнаем подробности дел на внешнеполитическом контуре и самую свежую информацию о COVID-19. Впереди два эксклюзива. Рубрика «Место для жизни» расскажет о крупнейшем по площади районе Беларуси. А наш культурный обозреватель о ренессансе для белорусского Нотр-Дама. Вот если вы раньше не слышали, что это за белорусский Нотр-Дам, обязательно посмотрите наш репортаж. С вами Максим Угленица и Полина Шуба. Это главный эфир. Мы начинаем. Машиностроению в Беларуси быть. Ну, пускай это не новость. О том, что важно сохранить свои производственные мощности, говорилось не раз. Все же для десятков тысяч белорусов это главные слова уходящей недели. Поэтому начнем нашу программу именно с этой цитаты белорусского лидера. Сохранить машиностроение – это основа. Такое заявление Александр Лукашенко сделал в пятницу, посещая Гомельскую область и предприятие «Гомсельмаш». Речь не просто о рабочих местах, хотя, бесспорно, это очень важно. Речь о сохранении школы и машиностроения. Не сбережем – потеряем мозги, потеряем компетенции, станем чьим-то придатком. И тогда уж точно слово «рабочий» станет синонимом слову «раб». Сейчас же белорусский рабочий – это в первую очередь золотые руки и талант. Сложнейшие механизмы разрабатываются и собираются у нас, а после продаются по всему миру. И это не просто громкие заявления. Несмотря на пандемию, Гомельский холдинг разгрузил склады, увеличил экспорт, покорил новые рынки. Наша техника сегодня на полях всех континентов. Заводчане на неделе услышали главное. Ни о какой приватизации, вопреки различным вбросам в интернете, речи быть не может. Будущее предприятие однозначно есть и есть куда двигаться дальше. Хотя в начале становления Беларуси как независимого государства Александру Лукашенко неоднократно предлагали свернуть отрасль. А комбайны для сельского хозяйства, которых тогда крайне не хватало, закупать за границей. Сегодня о своем решении сохранить машиностроение президент не жалеет. Большое вам спасибо за то, что поддержали наш завод в непростое, трудное время. Спасибо вам также за то, что вы и сегодня нас не продаете и не предаете. Главное, что у нас будут инженера, у нас будут конструкторы, у нас будет руководитель. Одно дело, знаете, лопаты где-то ковырятся, а другое дело производить такую технику. Нужны хорошие специалисты, конструкторы и прочие люди. Поэтому это главное, почему мы держимся за машиностроение. Во-вторых, что немаловажно, ну а куда денешься, если наша страна и в Советском Союзе, это же предприятие к нам пришло из Советского Союза, только его предлагали закрыть когда-то. Понимаете, какой путь прошли? Да я никогда в жизни не пойду на то, чтобы загубить то, что делал в том числе и собственными руками. Поэтому машиностроению в Беларуси быть. Я хочу, чтобы вы понимали, что даже если кто-то придет за Лукашенко, он уже не сможет это уничтожить, потому что вы его уничтожите. То есть моя задача сделать так, чтобы после меня никто это не разрушил, не смог разрушить. Потому что вы выйдете тогда на улицы и будете протестовать. И не думайте, как вы сказали, что если мы приватизируем этот завод, продадим. Не думайте, что это будет счастье. Во-первых, я уже с вопросами приватизации сталкивался не один раз. Сокращение трудового коллектива. Отдай бесплатно. Немцы купят, допустим. Вы что думаете, они будут эти сохранять компетенции? Да нет. Вы будете производить здесь? Две тысячи оставят, болты, гайки, еще что-то, клепатели, какую-то гадкую продукцию, которую нельзя там производить. Они же хотят хорошо жить и дышать хорошо. Вот вы будете это делать. А основные компетенции, редуктора, двигатели и так далее, приводы разные, они там будут производить. Там, где образование, люди нужны и где большие деньги. На жестянке вы много денег не получите. Вот в чем опасна приватизация. И в чем моя политика отличается от этих протестунов, которые рвались к власти? Все, что осталось, надо поделить и распродать. Нет. Это вот когда меня не будет, вы распродайте. Я не согласился с приватизацией даже с Россией. Почему? Потому что мы стали бы придатком Россельмаш. А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию. Точно так с МАЗом. Точно так с МЗКТ они хотят. Точно так с космическим производством, что мы производим. Я не хочу, чтобы вы стали придатком кого-то. Вот и вся политика. На Гомсельмаше около полусотни трудовых династий. После приезда президента о судьбе гиганта-кормильца они уже не волнуются. Интересовали заводчаны социальные вопросы. Так на предприятии есть многодетные семьи. Вопрос материнства на особом контроле государства. Постоянно растет размер пособий. Можно получить льготный кредит на строительство жилья. Президент поручил правительству и депутатам вопросы поддержки рассмотреть комплексно. Много говорили о попытках оппонентов через интернет всколыхнуть Беларусь, в том числе распространяя различные фейки и фашистские лозунги. Люди уже устали от хаоса и беспорядков. Президент пообещал, вскоре эту фашистскую символику из нашего общества уберут, а страну вернут к спокойной и мирной жизни. Впрочем, об этом мы еще поговорим. Но, конечно, главная движущая сила промышленности – это люди. Именно они своим трудом развивают и отрасль, и в целом страну. Так, на белорусском металлургическом заводе работает более 11 тысяч человек. Промышленный гигант знают в Европе, Азии, за океаном. Общая география экспорта – 118 стран. Из продукции белорусского металлургического известные мировые автоконцерны делают диски для своих колес. А выпускаемые на БМЗ трубы используются в нефтегазовой отрасли машиностроений, строительстве и коммунальном хозяйстве. Основное сырье для завода – металлолом, то есть, по сути, отходы промышленности, которым цеха предприятия дают новую жизнь. Работа на этом предприятии для многих стала делом жизни. Сегодня мы расскажем о человеке, которого судьба забросила в Беларусь 30 лет назад и обратно в родной Челябинск уже не отпустила. Проект агентства теленовостей «Мы белорусы». Мои друзья уже здесь были, и они рассказали, что строится новый завод, уже запустился часть, и здесь новейшее оборудование. Я на старом заводе работал, в металлургическом, еще демидовских времен, так что не очень хотелось посмотреть, как это все автоматизировано, все это процесс. И я приехал сюда посмотреть, и тут же я загорелся, что я все брошу, но я буду работать на этом заводе. Мы приехали и жили в общежитиях, мы все как-то как одна семья были, не были мы разделены этими квартирами, со сменой все вместе. А сама обстановка была, ну, все было хорошо. В 90-е годы завод, он не прекращал работать, не было каких-то особых всплесков таких тяжелых. Завод это время выдержал, и по производству особо не заметили, что такие большие. Да, были моменты, когда где-то мы были без металл, где-то что-то, но это единичные. В основном завод это время выдержал, и работали мы стабильно. Завод нам бесплатно выделил квартиры за счет государства. Получается так. Нравится то, что мы можем производить такую продукцию. То есть, понимаете, вот, может, люди, кто-то, кому-то нравится шить костюмы, кому-то еще, а вот нам нравится производить вот из металла, делать разную продукцию. Вводятся новые технологии, упрощает работу людей. Вот даже взять трубницы, даже начало, как мы начинали работать и сейчас, и то уже перспектива, ну, вы знаете, уже намного легче, облегчили себе. Только вот устанавливая новое оборудование, какие-то новоизмерительные приборы. Последние 20 лет на пространстве бывшей советской экономики прошли под знаком деиндустриализации. По самым приблизительным оценкам экономистов было ликвидировано около 50 тысяч предприятий. От гигантов авиасуда и машиностроения до небольших, но знаковых брендов, таких как рижские шпроты или киевские новогодние игрушки. Вместе с брендами в историю ушли трудовые коллективы. И что важнее, их компетенции. Стены цехов еще можно восстановить, можно купить китайское или европейское оборудование, но вот технологически, без своей инженерной и инновационной школы, пустота. Что значит такая деиндустриализация для экономики? Не только импорт и вымывание валюты. С потери целых отраслей исчезает привязка людей к своему государству. Страны Балтии, Молдова, Армения и Украина – самый наглядный пример. В среднем до четверти населения уехало за границу. Ну вот еще один момент – экспорт. Чем меньше национальных отраслей производства, тем большая зависимость от импорта. А значит слабее позиции на мировой арене и даже среди соседей. Здесь уже и политика продолжает экономику. Скращение своих производств – это упадок регионов, неравномерное развитие любого государства. Столица и крупные города живут неплохо, а вот за их пределами – деградация, что грозит еще и социальным конфликтом. Мы собрали несколько свежих и ярких примеров, как от некогда славных брендов осталась лишь история. Андрей Кривошеев о примерах, недостойных подражания. Суммарно активы индустриального государственного сектора Беларуси сегодня оценивают в сумму свыше 150 миллиардов долларов. Это энергетика, нефтехимия, АПК и машиностроение, весь военно-промышленный комплекс строительства, а с недавних пор еще и атомная энергетика. Сотни брендов и научно-инженерных школ, которые обеспечивают не только экспорт, то, на чем зарабатываем, но и равномерное развитие – то, чем удерживаем новые поколения от экономической миграции. Попыток рейдерства в нашей новейшей истории было множество – от МАЗа до коммунарки. Но каждый раз отбивались, поскольку видели примеры соседей и учились на их ошибках. Экспремьер Украины Николай Азаров традиционно откровенно о том, как сначала промышленность, а теперь и последний крупный госактив Украины – земля – стала предметом торга. Неужели вы серьезно думаете, что литовцы, литовское руководство или польское руководство очень переживает за развитие Белоруссии и очень хотело видеть Белоруссию процветающей, развивающейся? Вот они хотят видеть Белоруссию такой же, как сейчас есть Украина, сто процентов. Разваленной, разрушенной, в которой остановились все самые крупные заводы, которые представляли гордость Украины, гордость нашей промышленности. Так сегодня выглядит Николаевское предприятие «Заря Машпроект». За плечами 66 лет непрерывной истории. Газотурбинные двигатели для морских судов. После разрыва кооперационных связей с Россией – редкие заказы и массовые сокращения, в том числе инженерных специальностей. Уникальную школу турбинщиков перекупил российский «Рыбинск». Мы в случае с «Заря Машпроектом» видим такую трагедию классического советского хай-тека, который создавался для того, чтобы решать какие-то масштабные, очень сложные задачи государственного значения, обеспечения обороноспособности или масштабных инфраструктурных проектов. И вот попав в эту рыночную среду, он не в состоянии и не может переквалифицироваться, переориентироваться на необходимость просто кормить себя. За последние пять лет «Заря» потеряла четверть специалистов. Новые сокращения по 200-250 сотрудников в год. Да и как удержать? Средняя зарплата уникальных специалистов меньше, чем у грузчиков в Киеве. Еще один пример – Львовский автобусный завод, знаменитый «ЛАЗ». Последний крупный заказ на Евро-2012. Это 8 лет назад. После хроника угасания. От крупнейшего автогиганта Восточной Европы, крупнее «МАЗа» – до пары десятков автобусов в год. Увольнение, распродажа цехов, вандализм. Тут вандалы поработали. Я не знаю, если этот завод находится во Львове, то угадайте, кто, какой национальность. И здесь это все устраивал, грабил, это все разносил. Приносил ущерб, приносил убыток всему этому делу. Сейчас это все дело восстановить будет очень стоить больших денег. Можно, конечно, винить конкурентов, мировой кризис и прошлых менеджеров. Но даже в самом Львове говорят о Майдане и политике. Этот свет заказывал на автобусном заводе «ЛАЗ» в Донецке. У них там ездят в Донецке, в такого цвета автобусы, троллейбусы. Это один из тех заказов, которые не дошли. Помешала Майдан, помешала война, помешало все. Чисто политически. Просто закрыли сами политики Украины, закрыли производство легендарных завод, лишили людей, львовян, рабочего места, лишили своей гордости. А это Черноморский судостроительный завод. Некогда крупнейшие и самые современные верфи Советского Союза. Здесь были построены все авианосцы огромной страны. Сейчас интерес к заводу проявляют разве что местные сталкеры и вандалы. Ребята, здесь огромный цех. Тут какие-то датчики. Они раньше двигались. Сейчас тут, конечно, все по разу вырвали. Здесь работали кирпичи. Здесь делали кирпичи. Завод продавали 15 лет, начиная с первого, оранжевого Майдана. Два года назад он окончательно стал банкротом. Из 40-тысячного коллектива осталось менее 2000. В Николаеве, говорят, это ликвидационная комиссия. Горький юмор. Рабочая смена на этом заводе закончилась. И даем пацаны на другую. Многие в Украине надеются, что, вступив в Евросоюз, смогут спасти хотя бы часть своих национальных брендов. Сомнительный тезис. Во-первых, не зовут. Во-вторых, возьмите опыт Латвии. Только в текущем году обанкротился последний национальный производитель знаменитых рижских шпрот. А это видео снято на рижской судоверфи всего неделю назад. Никакого оборудования не сохранилось. Пустая коробка с голубями. Последний крупный заказ в серию плавучих ресторанов завод закончил на свое столетие. В 2013 году. После банкротства и распродажи имущества. И это далеко не единичный пример. Сегодня мы на Рижском электромашиностроительном заводе. Некогда всесоюзный производитель электродвигателей для пригородного транспорта. Казалось бы, сегодня в Европе новая мода на зеленый транспорт. Электромобили и летающие электропоезда. Но РЭС до этих славных времен просто не дожил. Последние основные проекты, это уже в 1999 году, здесь для ЭТ-4М электропоездов российских, тоже разрабатывали новую модель двигателя. Но дальше разработок никуда не пошло. И произвели, по-моему, только несколько двигателей. И в итоге производство перекочевало в Россию. Конкретно эта часть завода, она начала закрываться постепенно, где-то с года 2004. И уже году 2009 полностью производство здесь, в этой части, распалось. Почему Евросоюзу не понадобились хороший коллектив, Рижская конструкторская школа и электродвигатели? Потому что в ЕС есть Германия, Австрия и Швейцария со своими конкурентными производствами. Латвия в этот пол не могла войти, изначально завод был обречен. В отличие от белорусского Белка Мунмаша и Штадлера, которые нашли свою нишу в промкооперации благодаря суверенной позиции страны. По причине конкуренции была обречена и школа физиков-ядерщиков в соседней Литве. Игнолинскую станцию закрыли под давлением Брюсселя раньше срока. Проект АЭС в Висагиносе не нашел поддержку у евробюрократов. Отсюда политическое давление на белорусскую атомную станцию и серые схемы в странах Балтии, которые описывают евродепутаты и независимые блогеры. Картина простая. Литва отказалась импортировать электроэнергию из Беларуси и будет импортировать ее из Латвии. А в Латвию она попадет из России и Беларуси. Для латышей это настоящий бизнес. Для литовцев какое-то недоразумение. Как братья-латыши могут участвовать в таком стратегическом обмане? Господи, да что здесь непонятного. Просто белорусское электричество дешевое. Поэтому его и покупали, пока лавочка не закрылась. Теперь она вроде как закрылась, но не до конца. Литва продолжает импортировать белорусское электричество, но формально покупает его на латвийской бирже. Кстати, цена киловатт-часа в Литве, Латвии и Эстонии на этой неделе выросла на четверть. Такова цена отказа от своей ядерной энергетики. А вообще список загубленных предприятий можно продолжать долго. На постсоветском пространстве их более 50 тысяч. Это плата за отказ от суверенитета и сложного, дорогого, часто нерыночного механизма поддержки своего производителя. Впрочем, если отходить от либерального догмата, как делают США, Китай, Евросоюз и все чаще Россия, ничего зазорного в протекционизме нет. Конечно, если он работает на свою экономику и свое развитие. Андрей Кривошеев. Цена промышленного вопроса. В главном эфире. В Беларуси совершенствуется система госуправления. Не так давно президент говорил о перераспределении полномочий исполнительной власти и о том, что процесс запустят еще до Нового года. Часть полномочий отойдет правительству, парламенту, а что-то спустят на местный уровень. На неделе стало яснее, как это будет работать на примере дорожного сбора. Его судьбу обсудили во Дворце независимости. Александр Лукашенко подчеркнул вопрос по большей части экономического порядка. А значит, ответ по силам найти экономистам кабинета министров. Вот и вся формула распределения полномочий. И сделать это позволяет основной закон в его нынешнем виде. Хорошие дороги – это наш бренд, и чтобы так было дальше, в них нужно инвестировать. В том числе оплачивая специальный налог. Но вот как конкретно будем платить? Дискуссия идет несколько лет. Президент заметил, в основе принятого решения должна быть справедливость. Кроме того, система должна быть максимально простой и доступной. И уж тем более, пользование личным авто не должно стать роскошью. Нам предстоит определиться по ключевому вопросу. Как обновить существующий порядок, сделав его справедливым, чтобы предложить людям понятный, комфортный и, насколько это возможно, незатратный способ участия в поддержании качества и развитии наших дорог. То есть мы можем загнуть такую цену, что люди просто платить не смогут. Поэтому понятно, что надо установить справедливый порядок. И с другой стороны, чтобы человек, следуя этому справедливому критерию, мог что-то платить. Мы же не можем у человека отобрать половину его доходов или последние деньги. Нет. Хотя вряд ли те, кто имеют автомобили или покупают дорогостоящие, особенно сегодня, последний кусок хлеба на столе имеют. Но тем не менее. Конечно, история вопроса не нова. Долгое время госпошлина привязана к техосмотру. Это привело к тому, что посещаемость диагностических станций катастрофически упала. Сейчас правительству и парламенту нужно найти вариант, который устроит всех. Один из самых обсуждаемых – включить налог в цену топлива. Мол, сколько ездишь, столько и платишь. Но тогда вверх может пойти цена на бензин, а значит, и на другие связанные услуги. Обсуждая различные варианты, важно помнить, на что, в принципе, идут эти средства. А модернизация дорог и строительство новой инфраструктуры. А значит, человек должен видеть, что заплатил не зря. Ведь по ровному и качественному покрытию хочется ездить и в столице, и в небольшом районном центре. Вот сейчас та пора, когда надо было просто бы, может быть, даже приостановиться и внимательно осмотреться, что это людям дает. Потому что люди понимают все сами очень хорошо. Если это выгодно, полезно, нужное дело, за этим дело долго не станет. Если в этом есть сомнения, тогда начинаются разные рода такие отклонения, инсинуации и так далее. Так что я думаю, что нашей стране предстоит очень хороший и серьезный разбор самого явления, за счет чего финансировать дорожную отрасль, насколько это эффективно, какие это источники. Каким будет наш внешний политический путь в глобальном смысле, на неделе также обсуждали во Дворце независимости. Беларусь не приемлет языка санкций и угроз и не считает такое общение продуктивным. Позиция нашей страны прозрачна и проста. Ругаться мы не хотим. Но манипулировать страной не позволим, а потому в случае реализации ограничений на практике ответим адекватно. Минск сегодня вынужден реагировать на целый комплекс больших событий. К непростой ситуации на фоне пандемии масло в огонь подливает большая политика, новые вооруженные конфликты на внешнем контуре, а также санкционная риторика по отношению к нам. Беларусь полноправное государство со своими взглядами и правом голоса. За четверть века мы наработали и политический вес, и экономический потенциал. С этого курса не свернем, как бы кому не хотелось извне. Президент еще раз напомнил, Беларусь останется открытой для дипломатии, со всеми, кто готов общаться дипломатично. Эмоции здесь однозначно лишние, как и в вопросе, какой политический курс мы выбираем. Многовекторность останется приоритетом Беларуси. Нет, это не значит, что мы отворачиваемся от России. Это значит, мы смотрим на 360 градусов. Исключительно в интересах белорусских граждан и их благосостояния. Если кто-то понимает наш путь многовекторный, что мы в очередной раз, цитирую, отворачиваемся от России, это не так, это глупость. Но если кто-то понимает, что у нас сегодня половина экспорта нашей продукции, экспорта ориентированной экономики продается на внешних рынках, вдали от нас и от России, Так, слушайте, ну этот же вектор экономический, экспорт этот нам же надо обеспечивать политически, дипломатически. Вот и вся многовекторность. Это аксиома. Это любое государство такую политику проводит. Мы вынуждены проводить многовекторную политику в силу того, что мы находимся в центре Европы, что мы суверенное, независимое государство. И экономика нас к этому подталкивает и благосостояние наших людей. Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения. Ну, прямо скажу, с теми, кто нас уважает, кто с нами считается, считается с нашими интересами. Те, кто соблюдают принципы искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях. Речь идет о ряде западных государств, с которыми мы в последние годы поступательно, настойчиво выстраивали взаимовыгодные контакты. И особенно о наших ближайших соседях – Польше и Литве. К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть, если не все, то многое из достигнутого. Беларусь не заинтересована в выстраивании новых берлинских стен, но готова адекватно отвечать на любые санкции. И главное, если кто-то хочет пожара в регионе, то мы найдем, чем ответить. Это, кстати, цитата из эксклюзивного интервью главному эфиру руководителя внешнеполитического ведомства страны. Разговор состоялся как раз по итогам совещания у главы государства. Последние годы принесли немало экономических прорывов в отношениях нашего государства с Европой, но те шаги, которые предприняли отдельные европейские партнеры по отношению к Беларуси, могут вернуть нас к началу диалога. Что касается в целом отношений с миром, список партнеров этого года состоит из 173 государств. Сам экспорт немного просел. На это есть объективные причины, общемировая картина, ситуация с коронавирусом и состояние экономики партнеров. Тем не менее, к нашим традиционным экспортным драйверам добавились продукты питания и в целом сельхозпродукция. Итак, наш эксклюзив – интервью министра иностранных дел Владимира Макея. В последние месяцы дали четко понять, кто друг Беларуси, в какой плоскости лежат интересы отдельных стран. Как в этой связи мы будем дальше выстраивать отношения и с теми, и с другими? И что, грядет отказ от пресловутой белорусской многовекторности? Ни в коей мере нельзя упрекать Беларусь в том, что она стремится проводить многовекторную политику. В этом лежит выживание Беларуси как государства. Это не означает, что мы будем со всеми дружить в равном мире. Меняется расстановка сил. Мы должны учитывать то, как к нам относятся наши другие партнеры. Мы всегда говорили о том, что Россия является для нас нашим стратегическим союзником, главным партнером. И хотим мы этого или не хотим. Но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. Но и отказываться от других направлений Беларусь не собирается, потому что мы более 50% нашего экспорта поставляем страны Европейского союза, дальние дуги, дальнего зарубежья, другие государства. Но тот самый европейский вектор. Мы многие годы выстраивали этот диалог, эти отношения. И то, что мы видим заявление, которое сыпется сейчас в наш адрес от наших европейских партнеров. Не значит ли это, что нам придется здесь где-то начинать с нуля? К сожалению, никто не может сказать, с какой отметки мы начнем жить завтра, послезавтра. Мы выступаем за логику сотрудничества. Мы никогда не будем инициаторами каких-то разрушающих, деструктивных действий в отношении наших партнеров. Мы намерены, наоборот, развивать конструктивное сотрудничество. Но если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то, конечно же, мы будем вынуждены адекватно отвечать. Вы знаете, что Европейский Союз ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек. Мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского Союза, руководства ряда европейских государств. Мы вынуждены были приостановить работу координационной группы «Беларусь-Европейский Союз». Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским Союзом диалог по правам человека. Приостанавливаем этот диалог до тех пор, пока Европейский Союз не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью. Мы не видим особого смысла работать полноценно в рамках этой инициативы «Восточное партнерство». Это не означает, что мы выходим из этой инициативы, мы посмотрим, какие действия будут предпринимать наши партнеры. Все эти меры являются лишь ответом на те вызывающие деструктивные шаги, которые предприняли наши европейские партнеры по отношению к Беларуси. Альтернативы, скажем, тесному взаимодействию, тесному сотрудничеству между Беларусью и Европейским Союзом нет. Даже вот наш недавний опыт говорит о том, что буквально 4-5 лет нормального сотрудничества принесли больше для всех, и для европейских партнеров, и для белорусского государства, и общества, гражданское общество, о чем так заботятся наши партнеры, чем предыдущие 15 лет. Хочется все же уточнить по странам-соседкам Литве и Польше. Предпринимаются конкретные шаги, связанные с мешательством, абсолютным, явным мешательством во внутренние дела Беларуси. Ну, чего стоят те же самые конкретные указания известных телеграм-каналов по совершению чуть ли не диверсии на железных дорогах и так далее и тому подобное. Мы направили соответствующий запрос в адрес Польши, тем более, что подобного рода вещи, они связаны с нарушением ряда как двусторонних юридических документов, так и ряда многосторонних международных юридических документов. Мы эту тему будем продвигать на различных международных площадках. Мы считаем, что это наши соседи, мы заинтересованы в том, чтобы жить в мире дружбе и согласии. Хотели бы иметь надежный транзит через эти государства. Мы заинтересованы в диверсификации поставок и импортных, и экспортных через эти страны. Но если мы будем видеть ненадежность партнеров со серией, то, конечно же, мы будем предпринимать соответствующие шаги. Если кто-то хочет пожара в этом регионе, то мы найдем, чем ответить инициаторам подобного рода шагов. У нас есть достаточный набор средств, которые позволят нам адекватно отреагировать на возможные экономические рестриктивные меры в отношении Беларуси. Это и целесообразность, и перспективы нашего сотрудничества с Европейской комиссией, с Европейским союзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной миграцией, с трансграничной преступностью, с контрабандой наркотиков и так далее и тому подобное. Работаем над документом в таможенной сфере, где имеется ряд тоже чувствительных вопросов. Надо посмотреть на это. Посмотрим на ряд программ в гуманитарной сфере, которые реализуются здесь зарубежными государствами и неправительственными организациями. На ряд образовательных программ. Но нам не хотелось бы, еще раз подчеркну, прибегать к этому. Надеюсь, что здравый смысл возобладает и ни у кого не появится желание выстраивать новые берлинские стены в данной ситуации. Помогите разобраться немножечко в этом вопросе. То есть, с одной стороны, наши инициативы воспринимаются, говорят о том, что да, они полезны миру, и где-то перенимается белорусский опыт. А с другой стороны, мы слышим вот в этих международных организациях в адрес много критики. Конечно же, категорически выступаем против таких попыток. И мы здесь действуем вместе с нашими партнерами и союзниками. Мы благодарны и России, и Китаю, и другим государствам за нашу поддержку в этих организациях. Мы знаем, что в ряде стран, да во всех странах существует огромное количество проблем. И если не остановится такая политика по отношению к Беларуси, мы тоже будем инициировать подобного рода обсуждения на площадках различных международных организаций по отношению к другим странам. Но мы считаем, что международные организации, в первую очередь ООН, ОБСЕ, созданы для того, чтобы обеспечивать мир, стабильность и безопасность на нашем общем пространстве. И есть ряд общих вызовов и угроз, на которых мы должны сегодня сконцентрироваться. Это вопросы безопасности, начиная от замороженных конфликтов и заканчивая вопросами стратегических наступательных вооружений. Более того, мы намерены активно работать над дальнейшей реализацией тех инициатив, которые почему-то оказались в этой ситуации забытыми нашими партнерами. А до этого все восторгались или поддерживали. Хельсинки-2, инициатива, с которой выступил президент Беларуси пару лет назад. Это и наша инициатива по борьбе с торговлей людьми, созданию цифрового пояса добрососедства. Кстати, она перекликается с той же самой китайской инициативой, направленной на защиту баз данных и на предотвращение кибервойны. Есть ряд важных, объединяющих вопросов нашей общей повестки дня, над которыми действительно нужно работать сегодня. Но если кому-то хочется заниматься такой негативной политикой, поставим это на их совесть. Отметилась эта неделя и кадровыми решениями, в том числе неожиданными. Личность нового главы Минкульта, ряда послов, многих из новоназначенных дипломатов мы привыкли видеть только в погонах. Остановимся на персоналиях. Дипкорпус усилен сразу несколькими крупными фигурами. Особо представлять не нужно ни Юрия Синко, ни Андрея Равкова, ни Александра Конюка. Отныне все они в ранге дипломатов. Этой карьерной грани в их жизни еще не было, но на страже белорусских интересов стоял каждый в своей сфере. Так что такая ротация это скорее о доверии надежным людям, профессионалам и патриотам. Итак, Юрий Синько закрывает стратегическое направление. Экс-глава таможенного комитета уезжает в Китай. С точки зрения экономики огромный рынок. Начинать с нуля, конечно, не придется. Но учитывая масштаб, президент ориентирует экспорт поставить во главу угла. О следующих назначенцах впору сказать в паре. Андрей Равков, в прошлом госсекретарь Совбеза, и Александр Конюк, бывший генпрокурор, поедут, соответственно, в Азербайджан и Армению. Обе страны нам близки, с обеими дружеские связи. Равновесные контакты будем выстраивать и впредь. Но президент скажет, пожалуй, о главном. Региону нужен мир. Без него экономика работать не будет. Белорусское посольство в Пакистане возглавит Андрей Метелица. А Павел Взяткин уедет в Кению. По совместительству также будет представлять интересы нашей страны в Танзании, Уганде и Эфиопии. Изменения. И в силовом блоке прежде замминистра внутренних дел Юрия Назаренко пошел на повышение до первого зама. Теперь он будет во главе милиции общественной безопасности. На вакантную позицию замминистра переходит Николай Карпенков. Теперь он командующий внутренними войсками. Милицию Витебского региона возглавит Андрей Любимов. Если присмотреться к назначенцам, а точнее их статусу, заметен важный нюанс. Ранее должность первого зама была за главой криминальной милиции. Теперь первый заместитель отвечает за общественную безопасность. Приоритеты из разряда «А что сегодня важнее?» Такая ротация определенно реакция на вызовы времени. Исходя из нашего уже опыта, исходя из ситуации в стране, последних событий мы убедились, убеждаемся и понимаем, что и в будущем направление общественной безопасности для нас будет наиважнейшим направлением работы нашей милиции. Вот и все секреты, чтобы тут не копались и не думали, что мы какой-то переворот совершаем. Это проверенные люди, которые показали, что это настоящие патриоты и готовы защищать свою Родину. Не глядя на то, какие накаты осуществлялись на всех нас и прежде всего на военных, на милицию, они это выдержали. Вы знаете, не стыдно, что у нас есть такая милиция. И еще одна персона, которая удивила, в стране новый министр культуры. Им стал Анатолий Маркевич. Последние годы он был правой рукой президента в Брестском регионе, а ранее в местной вертикали долгое время возглавлял Новогрудский район. Ну почему же персона удивила? Да потому что новоиспеченный министр в культурной среде до этого не вращался. Но именно здесь, по словам президента, особенно хлопотали о назначении такого стороннего управленца. А ведь действительно, наблюдая за событиями последних месяцев, невольно подумаешь, чего больше в культуре? Творчество или политики? Министру Маркевичу предстоит культурно навести порядок. Попытка не самой конструктивной части общества организовать традиционное воскресное хождение по городу продемонстрировала только, насколько это малочисленная группа белорусов. В нескольких районах Минска удалось собрать группы, чтобы поводить хоровод вокруг елки, где-то обошлось одиночным пикетом. Как всегда, особо радикально настроенными гражданами предпринимались попытки устроить автомобильные заторы или выстроить баррикаду. Естественно, такие действия принесли неудобства как водителям, так и жителям близлежащих домов. Впрочем, из-за отсутствия массовости вся протестная активность стала затихать уже во второй половине дня. В речку зачем прыгнул? Я испугался издевательств над мной. Над тобой кто-то издевался? Ну, я смотрел по телевизору. Над тобой кто-то издевался? Нет, никто. Сотрудники милиции тебя из воды достали? Да, достали. Сотрудникам спасибо сказать хочешь? Конечно, обязательно спасибо. Скажи. Спасибо сотрудникам милиции за что достали меня с воды. У меня был просто шок, я прыгнул в воду, но мы бежали. Ну, после холодной воды шок прошел? Да. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории города Минска задержано более 200 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства. Протестующие игнорировали меры безопасности, приводили с собой несовершеннолетних детей. Кроме того, отдельные участники демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Самый печальный вывод, который напрашивается, исходя из лозунгов и используемой символики протестующими, полное незнание истории своей страны, теми, кто выходит на улицы. Ну а также откровенный цинизм тех, кто их туда выводит. Например, декларируется якобы борьба с фашизмом. Однако флаги как раз те же самые, под которые в Великую Отечественную нацисты и полицаи расстреливали партизан, уничтожали мирное население. Видимо, нашему обществу и правда пора очень серьезно повторить уроки истории. Эта неделя в очередной раз показала всю сущность так называемых мирных протестов, бесконечные угрозы правоохранителям, сотрудникам МЧС, врачам, призывы не лечить, а калечить. Далее анонсирование люстрационных списков, взрывы автомобилей, да, тот самый очередной случай в Гродно, повреждения железнодорожных путей. Все это умещается в одно очень понятное, но леденящее слово террор. Нетрудно представить, что могло бы произойти, если бы в момент детонации того самого автомобиля мимо проходила мать с ребенком или пожилой человек. Хотя, судя по нарастанию агрессии в чатах, на это уже мало кто обратил бы внимание. Террориста, к слову, сейчас ищут. Ну а те, кто уже попался, такое ощущение, что формировали свое мировоззрение в школе Гитлер-Югенда, когда-то эта организация внесла свой вклад в эскалацию насилия на улицах немецких городов. Здесь пора применить любимый эпитет невероятных. Невероятно, господа. Невероятно чудовищно. Хочется спросить, что дальше? А дальше призывы убивать детей. Вы только вдумайтесь, ведь об этом открыто пишут в этих самых телеграм-чатах. Давайте откровенно. Этот вопрос сейчас к тем, кто сидит в тепле за кулисами и раздает команды к уничтожению. Вы такую Беларусь предлагаете? Такие реформы хотели провести? Ну, радует, пожалуй, если это слово вообще здесь уместно, только то, что неадекватных персонажей становится все меньше, а здравомыслящих больше. Сколько стоит совесть? На этот вопрос отдельные протестующие могут ответить с точностью до копейки. 50 евро. Вот уж действительно есть такая профессия родину – продавать. Но он не один. Молодые люди, которым 21 и 23 года в августе в жлобе не бросали камни в сотрудников милиции, была вылазкой в Минск. 50 евро на партизанском проспекте. Ну, получается, мы кидаем, люди подтягиваются, получают. Именно так и говорили, так? Да. Заплатили каким образом? Передача на руки. Подошли, спросили, хочешь, хочешь, все. Легкие деньги появился. В радикальных чатах не стесняются. Призывают жечь, убивать, калечить не только милицию, их семьи, их детей. Рассылают угрозы. Выгоните из школ учащихся, чьи родители служат в органах правопорядка. Иначе поджог, минирование взрывы и нападение на детей. А потенциальным исполнителям этих актов терроризма предлагают деньги. В Гродно взорвали автомобиль сотрудника милиции. Его личные данные ранее были размещены на радикальных телеграм-каналах. В результате взрыва также были повреждены еще три стоящих рядом машины. Возбуждено дело по статье «Терроризм». Для чего эти предметы все тебе в рюкзаке? А это арсенал так называемого мирного протестующего. Армейская дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка и железные шарики к ней, самодельная дубинка. Плаклава. С какой целью вы населите вещи? Я не могу сказать. Это был национальный поступок. Вы являетесь администратором какого-либо телеграм-канала? Да, являюсь. Как называются телеграм-каналы? Накануне задержания админ пытался получить из-за границы 54 тысячи евро. Якобы на деструктивную деятельность. Кроме готовой визы для выезда, у него целый шлейф призывов к незаконным действиям. Задержан администратор нескольких телеграм-каналов. Сейчас она активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Сообщается, что активистка за свою работу в сети получала деньги. И сколько денег за ведение канала европейской Беларуси получили? Шестотой 2 месяца. В Гомеле 8 машин повреждены из-за вбитого в асфальт сверла. Похожий случай произошел в Витебском регионе. Под колеса участников автопробега за Единую Беларусь подбросили самодельные ежи. В Лиде местные жительницы разбили окно, в котором был официальный флаг Беларуси. Угрозы в ее адрес были и в Телеграме. В Минском районе мужчина ночью вывесил на здании школы БЧБ тряпку. При попытке сторожа воспрепятствовать этому человек достал нож. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Принято решение навести порядок в столице с появлением незарегистрированной символики на зданиях и прилегающих к ним территориях. Ситуация взята под жесткий контроль, дабы не допустить создание очагов противостояния между жильцами. Начиная с сегодняшнего дня коммунальные службы, граждане все, в том числе и дружинники, будут наводить порядок на дворовых территориях. Избившего пенсионера Менчанина осудили на три года колонии общего режима. Кроме того, в счет потерпевшего взыщут 4 тысячи рублей морального вреда. За участие в беспорядках в Жлобине задержаны фанаты право-радикалы. Еще в августе молодые люди бросали камни и тротуарную плитку в милиционеров и их служебный транспорт. Были там пьяные, начали убить милиционеров и началось все это, начало толкание. Призывал участвовать в протестах и массовых беспорядках. Обучал саботажу. Задержан основатель и администратор деструктивного телеграм-канала Солигорска. Еще один невероятный, с невероятной причиной участия в несанкционированной акции. Приехал аж из Гомельской области. Привлекался к административной ответственности 32 раза. Я знал о том, что на той площади сегодня днем проходило массовое мероприятие, несанкционированное. И именно поэтому я приехал туда не днем, а к 9 вечера, чтобы посмотреть лично. Ну а тут всему виной алкоголь. Если бы не он, признается, задержанный, не пошел бы. Ох уж эта бутылка, какая коварная, если на нее присесть. Был выпивший, неправильно к сотрудникам подошел. В смысле неправильно подошел? Начал сильно к ним задираться. Да, задираться. Житель Могилева признан виновным в нападении на сотрудника внутренних дел. Суд Ленинского района города Могилева назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии в условиях общего режима. Извините, я не знаю, просто что на меня нашел. Я просто отдался бы при эмоциях. Установлен минчанин по телефону, оскорбивший командира Могилевского ОМОН. Я хочу лично передать все свои извинения, искреннее, глубокое сожалению о своем поступке. Это звонок был совершенно мой случай. Еще один подписчик деструктивных телеграм-каналов задержан за размещение адреса начальника Центрального РОВД Минска. Оскорбил сотрудника милиции, получил срок в два года химии. Свою вину признал и извинился. Зарегистрировано более 120 фактов повреждения и приведения в негодность путей сообщения. Возбуждено более 50 уголовных дел. В отдельных случаях срок может составить до 10 лет. Два года за публичное оскорбление в сети представителя власти. Такой вердикт вынесут в Витебске, мужчине, который разместил фото и личные данные сотрудника ОМОН. Нежелание деструктивных сил признавать очевидное вмешательство в происходящее в стране понятно. Там деньги выше совести. А вот почему отсутствует желание увидеть элементарное у тех, кто поддался эффекту толпы, очень странно. Ведь все факты уже даже не скрываются участниками большой игры. Авторы американского издания The National Interest опубликовали весьма интересные откровения. Они, не стесняясь, заявляют, попытки государственного переворота в Беларуси – ничто иное, как проявление геополитических интересов мировых держав. Опыт в Беларуси последний, к слову, самый неудачный из всех цветных революций за последнее время, начиная от Сирии и заканчивая Кыргызстаном. Констатирует издание, издается вопросом, почему стратегия Америки в отношении Беларуси дала обратный эффект. И это уже прямое признание. Значит, был план и была цель. Вывод американские журналисты делают однозначный. Спустя немногим более ста дней после последних президентских выборов Александр Лукашенко остается у власти. Многочисленные раунды хорошо организованных массовых протестов и совместные усилия коллективного Запада не привели к смене режима в Минске. Так какие же уроки сможет извлечь новая администрация в Вашингтоне из неудавшейся цветной революции в Беларуси? Авторы считают, что в силу геополитических интересов США Вашингтону следует возобновить дипломатические отношения с Минском. А также признают, Лукашенко одержал победу над оппозиционным кандидатом, набрав 80%. Издание также отмечает уверенные шаги власти в противостоянии протестам. Цветная революция в Беларуси сорвалась отчасти из-за того, что Лукашенко успешно мобилизовал свои полицейские силы, чтобы предотвратить исход подобным Майдану, когда аппарат госбезопасности рухнул под тяжестью организованных протестов. Затем он предпринял беспрецедентные шаги по мобилизации своей собственной базы поддержки и по созданию проправительственной культуры массового политического участия, проведя многочисленные митинги и даже организовав женский форум. Остается только добавить, что наши экспортные специалисты по госпереворотам уже давно находятся за границей и обслуживают интересы совсем не своего народа. Страшный сон для них – начало переговоров европейцев с действующей властью в Беларуси. Это будет означать только одно – конец финансирования политической интриги коллективного Запада. Вот мнение эксперта. Каким нарушениям это привело и насколько были расшатаны институты демократии в этом государстве, как минимум морального права указывать ни Беларуси, ни Украине, ни какому бы то ни было другому государству, как правильно любить родину и как правильно строить демократическое общество, достигать общественного консенсуса, Соединенные Штаты Америки не имеют. Схема, которая была отработана в Беларуси, возможно, она не совсем понравилась и белорусскому народу и зашла в некоторый тупик, потому что сейчас в непонятном статусе так называемый лидер оппозиции добивается, по большому счету, каких-то санкций и ограничений против собственного государства. Белорусы всегда были и будут хозяевами в собственном доме. Все мы жили одной большой семьей, где каждый мастер своего дела – профессионал. Правда, есть и те, кто занимается не собственной жизнью, а оценкой других. Тренд ставить лайки и писать комментарии из социальных сетей плавно перекочевал в реальную жизнь. Туда, где уж точно все знают, как играть в футбол, как учить детей, заниматься политикой, наконец, задерживать преступившего закон. Ведь это так просто, сидя на диване, раздавать комментарии направо и налево. Вот только жизнь – не интернет. Конечно, вряд ли получится достучаться до тех, чья сущность – этахеи других, но очень хочется. Правда. Вряд ли понятие долг, честь, совесть, а также глубокое осознание, что такое отечество, присуще людям, которые вот уже сколько выходных мешают жить белорусам. Наведение порядка после откровенных шабашей отдельных персонажей отнимает немало сил и времени у правоохранителей. А ведь их повседневную работу тоже никто не отменял. На передовой в это непростое время те самые участковые, которые первыми реагируют на семейные скандалы, сталкиваются с дебоширами, совершают рейды в наркопритоны. Словом, профессия в общении с людьми, которая требует навыков и сыщика, и психолога, и наставника. На этой неделе инспекторы принимали поздравления с профессиональным праздником, а мы решили понаблюдать за их буднями и поговорить о жизни белорусского участкового. Оружие к осмотру. Участковый инспектор милиции – это такой сотрудник органов внутренних дел, который находится на передовой. Были такие случаи, когда поступил вызов на семейный скандал. Нами было обнаружено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения удерживает свою сожительницу, приставив к ее горлу кухонный нож. В этот момент я понял, что действовать с применением физической силы в данном случае будет не тот вариант. Я принял решение на уровне диалога убедить мужчину положить холодное оружие. Временной период переговоров составлял около получаса. Приходилось общаться с человеком, узнать, как его зовут, сколько ему лет, где он работает, кем работает, что вообще его не устраивало в семейной жизни с женщиной и так далее. И когда всю эту информацию пропускаешь через себя, ты как психолог реагируешь и принимаешь, соответственно, то решение, которое будет для него наиболее лучшим. По большей части бывает, что в ходе беседы просто с человеком ему просто надо выговориться, а его надо послушать. То есть бывает, что большая часть вопросов решается именно разговором. Нами разыскивается неустановленная женщина, а из 60-70 лет, росту 60-165 сантиметров. Я не люблю работу, когда ты приходишь и сидишь, делаешь вот этот вот офис. Но ты пришел на работу, и ты знаешь, что ты будешь делать. Здесь каждый день он как новый. Нет такого конкретного понятия участкового инспектора милиции. Это страж населения, который должен знать все. Он должен стоять на страже законных интересов граждан, помогать им, быть всегда рядом и быть отзывчивым. Можно даже все эти советские фильмы взять про сотрудников, где участковый инспектор милиции помогает каждому, вне зависимости от возраста, от каких-то расовых предубеждений. Помогает всем и всем. Ходит и в быту такое высказывание, то есть позвонить не в милицию, а позвонить участковому. То есть граждане напрямую обращаются к участковому, потому что они знают, что непосредственно он и поможет им, и разберется в этой ситуации. Здравствуйте. А где сын ваш, Дима? Во-первых, сотрудник органов внутренних дел должен быть тактически выдержан и эмоционально уравновешен. Вне зависимости от какой ситуации, в какую ситуацию он попал, будущее – это семейный скандал, где у каждого из сторон есть своя правда. То есть он объективно должен подходить к каждой ситуации конкретно и уже выносить соответствующее решение. Здравствуйте. Где-то у кого-то какой-то конфликт, соседи шумят, где-то кому-то кто-то что-то не вернул. По большей части люди даже приходят за советом, как им поступить. Сотрудники помогли очень. Было то, что обращалось, иногда скандальные семейные были скандалы, обращалось к ним, они помогали очень сильно. Сейчас, на данный момент, более-менее живем, пока не пьет ничего, все нормально. Деток смотрит, все. Объем колоссальный. Иногда одной головы не хватает для впитывания всей информации, которая поступает участковому. Люди считают, что участковый инспектор должен во всем разбираться. Добрый день, участковый. Я благодарна, что все хорошо. И благодарна тому, что вообще в стране все идет хорошо. Что они защищают людей. Та политическая ситуация, которая сейчас в стране, не повлияла на мое отношение к погонам и сотрудникам органов внутренних дел. Моя позиция однозначна. Это служить закону, народу и отечеству. Вся эта агрессия, она и остается, скорее всего, в телеграм-каналах. Люди думают немножечко своей головой и сами прекрасно понимают, что происходит. Я убежден, что наступит тот момент, когда люди одумаются, примут решение, которое будет на благо. Если случается какая-либо беда, то есть мы же не выбираем, под каким там флагом ходит человек, какой национальности, какое там у него вероисповедание. То есть мы непосредственно оказываем равноправную помощь всем 100% гражданам. Человек в погонах сейчас для меня вызывает очень большое чувство, потому что они сейчас защитники. На данный момент, потому что это даже творится у нас, они защитники, они помогают. Без них, я думаю, был бы беспредел. Даже если никто не благодарит, я сам прекрасно понимаю, что я сделал какое-то хорошее дело, и я этому рад. Это профессия, которая помогает людям. Я безумно рад, что мне посчастливилось встать на этот путь правоохранителя. На этой неделе исполнился год, как с нами живет коронавирус. Ну, по крайней мере, официально год. Ковид-19 сумел наделать немало шума в первые дни и впоследствии вылился в панику, закрытие границ по всему миру и оставил за собой печальную статистику. На сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти 59 миллионов заболевших. Вирус проник в самые отдаленные места нашей планеты. Пандемия изменила жизнь миллиардов людей, привела к политической, социальной и экономической нестабильности во многих странах. Усталость от карантина вливается в протестные акции. В Праге и Братиславе прошли массовые митинги против ограничительных мер. В Берлине многотысячные протесты переросли в столкновения с демонстрантами. Полиция дает бескомпромиссный ответ. От такого напора водомета не выдерживают ни протестующие, ни демократические принципы властей. Взбивая с ног тех, кто выходит на улицы, и с толку АБСЕ. Задержаны десятки человек. Уже привычно тысячи протестующих и на улицах Варшавы противники карантинных ограничений присоединяются к активистам женской забастовки, которые устали от тех, кто вечно толкует о правах человека, но в своей же стране лишает женщин даже права распоряжаться собственным здоровьем. Именно так звучат их лозунги. Полиция в средствах не стесняется. Здесь также в ход идут дубинки, шумовые гранаты и водометы. Словом, весь набор. Полыхает костер беспорядков и в Таиланде, где действует режим чрезвычайного положения. В стране продолжает действовать запрет на проведение массовых собраний. Тем не менее, протесты, в том числе и против ограничений, в стране собираются регулярно. Полиция отвечает водометами и слезоточивым газом. В Челли также не стихают беспорядки, которые разгоняют спецсредствами. Страна переживает экономический спад из-за весенних тотальных ограничений. При этом число жертв коронавируса продолжает расти. Рост заболеваемости отмечается и в Беларуси. Впрочем, мы сумели вовремя поставить надежный заслон. Первую волну отразили. Теперь держим удар перед второй. Ситуация по-прежнему контролируема. В Беларуси за эпидситуацией также призваны следить экспертные группы. В стране созданы региональные штабы по реагированию. Есть ряд регионов, где наблюдаются пики по росту пациентов с COVID-19. Это Минская и Гродненская области. По всей Беларуси уже действует масочный режим. Теперь все жители страны должны появляться в закрытых общественных местах в масках. Иначе могут отказать в обслуживании. У многих, естественно, сразу же возникают вопросы. Ну вот, к примеру, как долго беларусам обязательно придется носить средства индивидуальной защиты? Когда в стране начнут производить российскую вакцину «Спутник Ви»? И насколько правдивы слухи, что медикам, которые работают с ковидными пациентами, уберут доплаты? Вот чтобы меньше было слухов и домыслов, ответы мы предлагаем услышать прямо сейчас, как говорится, из первых уст. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пеневич в главном эфире. Дмитрий Леонидович, здравствуйте. Доброе. Глава государства поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Вы отвечаете за столицу, но тем не менее, я уверен, что владеется в целом информацией по стране. Есть ли первые итоги работы и выявлены ли какие-либо недостатки в работе системы здравоохранения? Самая основная задача штабов объединить все ресурсы, прежде всего кадровые ресурсы, ресурсы материальные и организационные ресурсы. Это первая задача. И с нашей точки зрения она выполнена. Выполнена и она ведется под руководством глав регионов. А вторая задача, безусловно, то, что вы ставите вопрос, как бы работа по отклонениям. Те замечания, которые есть. Замечания, безусловно, есть. Есть оригинальные штабы уже провели первый срез, но они носят эти замечания оперативные, устраняются в ходе работы наших мониторинговых групп или максимум на следующий день. Какие они носят характеры? В большей степени они, наверное, связаны с тем, что, конечно же, заболевших стало больше по сравнению с весенними пиком заболеваемости, по сравнению с весенней волной. Это вносит некие коррективы, скажем так. Хотя совершенно не критичные. Ну и второй компонент, конечно же, есть моменты, ну скажем так, выгорания персонала. Поэтому вот на это основная задача смотрится. Постоянный мониторинг, постоянная работа, постоянный тренинг. Вы уже отметили тот факт, что люди по сравнению с первой волной стали болеть больше. А если по регионам? Вот где больше болеют, где меньше болеют? Есть такая статистика? По нашему анализу, наверное, на пике уже Гродненский регион и, мы будем надеяться, Минский регион. Безусловно, эти пики достаточно высокие. Перерастает, продолжает перерастать в Гомель, Витебск и Могилев в какой-то степени. А наиболее медленно перерастает Брестская область. Но, еще раз повторюсь, это позволяет эту кривую видеть не в масштабе апокалипсиса, а вопрос управляемости этого процесса. То есть нам хватает ресурсов, мы это видим. Брестская область меньше перерастает. С чем вы это связываете? Может быть, потому что они болели больше в первую волну? Они позже завершили первую волну. Закон эпидемического процесса никто не отменял. Поэтому те регионы, которые весной не отыграли, в кавычках беру слово, не отыграли в полной мере, они стартовали, скажем так, раньше по осени. Те, которые были в большей степени, вспомню тот же Витебский регион, который сейчас позже вступил во вторую волну, и тот же Брестский регион, поэтому это совершенно вкладывается в наши прогнозы. Это не говорит о том, что мы должны расслабиться в этом отношении. Как раз наоборот, что прогнозы, которые сбываются, говорят о том, что мы на правильном пути. Мы ничего, в принципе, не меняли по сравнению с работой оказания медицинской помощи, по сравнению с весной. По всей стране уже введен масочный режим. Как вы прогнозируете, до какого времени будет обязательно появляться маска в общественных местах? Как долго? Пока не закончится эпидемический процесс. Вы знаете, это республикатурный этикет. Эпидемический процесс идет по своим законам. Их достаточно сложно, эти законы, обойти. Поэтому масочный режим и социальное дистанцирование до завершения эпидемического процесса, как минимум до начала его падения уровня заболеваемости, должен соблюдаться. А вообще в целом, как минимум до его завершения, может быть, до июня месяца. В сети интернет и мессенджерах то и дело появляется информация, что врачам, которые работают с ковидными пациентами, якобы будут убирать те самые ковидные надбавки. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Ковидные надбавки были введены решением президента. И поверьте мне, на любом совещании, оперативном совещании, стратегическом совещании или ежедневных докладах Один из первых вопросов в государстве, это о том, выделяются ли финансовые ресурсы по всем направлениям и прежде всего по оплате труда. Я ответственно заявляю о том, что никаких надбавок не планировалось, не планируется и не планируется убирать. Более того, я сейчас повторюсь, это находится на особом контроле. О студентах-медиках. Более двух с половиной тысяч будущих врачей отправились в больницы, поликлиники помогать тем врачам, которые сегодня стоят на страже здоровья, пациентов, белорусов, которые непосредственно заболели коронавирусной инфекцией. Здесь тоже два вопроса. Первый, врачей хватает? И второй, есть ли ковидные надбавки еще студентам? Студенты идут по нескольким каналам, скажем так. Некоторые студенты идут в красные зоны. Некоторые студенты работают просто в оказании медицинской помощи в обычных условиях, в поликлинической сети, либо в стационарной сети. Третий компонент – это производственная практика, тоже на рабочих местах. Там, где это не производственная практика, где это заключается трудовая договора, а мы рекомендуем почти повсеместно вводить трудовые договора, там идет оплата согласно наших тарификационных планов, а и, безусловно, ковидные надбавки существуют. Мы просто немножко подзабываем. Всегда мы снимали студентов, снимали интернов, мы снимали ординаторов, тогда еще субординаторов не было. И студентов старших курсов снимали на помощь эпидемии. И я, когда был студентом, тоже работал в эпидемию в поликлинических учреждениях. Ничего нового в этом отношении нет, никакой паники нет. Нагрузка, конечно же, возросла. Почему нет? Почему не подставить плечо практическому здравоохранению? И мы всегда, кстати, когда мы были студентами или слушателями, мы всегда воспринимали этот элемент как одно из практических обучений. Вопрос о российской вакцине «Спутник-5» глава государства поручил проработать вопрос по производству этой вакцины в нашей стране. Есть ли уже площадки и вообще какая работа ведется в данном направлении сегодня? Секрета нет, что этой площадкой будут биомедпрепараты. Это наиболее наше инновационное предприятие, которое и готово к развертыванию. Все остальное, я думаю, мы им скажем позже, потому что вопрос масштабирования и приноса трансфера технологий является в том числе коммерческой тайной, скажем так. Но в любом случае это решение принято на уровне главы государства. Ну а можно ли от вас небольшой спойлер? Все-таки по производству российской вакцины это этот год или это уже перспектива 2021-го? Первая будет этот год, конечно же. Допустим, Россия начиналась с лабораторных условий. То есть лабораторных условий первая партия, я уверен, что будет в этом году. Может быть не на базе биомедпрепаратов, а на базе другого учреждения, но это будет этот год. Масштабирование промышленного производства, конечно, это будет следующий год. Это будет следующий год, но это будет максимально быстро для того, чтобы уже начинать вакцинацию. Планы развития вакцинации и ресурсы по поручению главы государства, я подчеркну, ресурсы, они уже срезервированы. Они для нас определены и в любом случае вакцинация будет проведена. Дмитрий Леонидович, спасибо за беседу. Спасибо. Этот год принес много испытаний и боли всем государствам. Коронавирусная пандемия, различные конфликты, один из которых произошел в Нагорном Карабахе, экономический кризис и, конечно, протесты. За последние несколько месяцев по планете прокатилось такое количество волн массовых народных выступлений, что сложно вспомнить регион, который бы стал исключением. Поводом для недовольства, которое выливается на улицы, все чаще становятся выборы в той или иной стране. Впрочем, если обходится одними лишь манифестациями, это полбиты. Но после арабской весны и целого калейдоскопа цветных революций на постсоветском пространстве, череда выборов, за ней такая же вереница протестов, уже не кажутся совпадением. Что общего у этих событий? Безусловно, спонсоры, без денежных вливаний, перечисляемых через некоммерческие организации и различных тренингов, протестную методичку сложно так грамотно воспроизвести. Об очередной авантюре уже сообщают информагентства. Неутомимый Сорос намерен вложить миллиард долларов в проект «Сеть университетов открытого общества». Как отмечают эксперты, на этот раз международный авантюрист затеял новый проект для пропаганды идей глобализма. Речь о новой попытке вмешательства США во внутренние дела других стран. Формирование нового поколения интеллектуалов в рамках уже хорошо известного проекта по созданию мирового глобального общества, которым бы управляли либеральные кукловоды из Вашингтона. Вся рецептура протестов и кровавых государственных переворотов у Марии Петрашко. Всем привет! Я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Подозрительная закономерность наметилась в мире. Череда выборов, череда протестов. Совпадение или новая традиция? А может, разнообразное меню цветных революций рискует пополниться? Протесты все чаще закипают на большом огне крупных денежных вливаний через западное НПО и НКО. А после распада СССР страны Советов получили не только советское, но и соросовское наследие. Нет ни одного конфликта, где не участвуют бы фонды Сороса. Его идея открытого общества распространяется абсолютно везде. Но в реальности Сорос является неотъемлемой частью американских спецслужб. Итак, для приготовления цветной революции нам понадобятся постоянные тренинги и курсы НПО, на которых готовят гражданское общество. Правда, с прозападным душком. Смешивают, но не взбалтывают с оппозиционным блоком. И в случае успешного госпереворота на вершине политических высот оказываются те самые активисты НПО, что бархатным цветом расцвело в той же Армении и в Украине. Он думает, что деньги спасают или меняют все. Он ведет себя как политик, но он не политик. Его не избирали. Но все равно он со своими идеями об открытом мире вмешивается во внутренние дела суверенных государств. Приправим магическим процессом независимого мониторинга выборов. В Грузии, например, он происходил не просто с целым созвездием спонсорских фондов, но и параллельным поиском нестыковок в списках избирателей. А кто ищет, тот всегда найдет, тем более с мотивирующими многомиллионными грантами. А в Украине еще с 90-х агентство США по международному развитию обучало украинских наблюдателей Центризбиркома следить за украинскими выборами. Но насколько незалежная действительно незалежная, стало ясно в 2004-м, когда второй тур президентских выборов проиграл прозападный кандидат Ющенко, несмотря на помощь американской рок-крип-креатив в предвыборной кампании. Специально обученные еще с 90-х волонтеры давили на тему якобы фальсификации на выборах, а сотни недовольных украинцев, начитавшись в благонадежных госдепу США СМИ, выходили на улицы. Соросовский фонд возрождения докинул полтора миллиона долларов и вуаля! Незаконный третий тур, но зато нужный президент и плодотворная почва для будущего Евромайдана. Я смотрел на эти события изнутри, поэтому меня нельзя назвать беспристрастным наблюдателем. Я считаю, что это очень важное событие. Это стало действительно рождением нации. Идеи у него были исключительно простые и примитивные. Значит, первое, что ваша промышленность устарела, она с такой промышленностью, значит, никуда вы не попадете, не в какой-то, так сказать, цивилизованный мир. Вам надо все немедленно демонтировать, значит, вам надо создавать условия для привлечения инвестиций. Для перчинки понадобятся благонадежные, по меркам госдепа США, СМИ. На курсах НПО журналистам и блогерам предвзято прививали непредвзятость. Задача простая, амусировать тему якобы фальсификации и призывать выходить на улицы. В Украине целый центр ЮАА спонсировал страницы Евромайдана в соцсетях. Правда, методичные рекомендации по ненасильственному свержению Януковича подозрительно совпадали с описанным в пособии «Канвас». Именно по нему в 2000-м в Сербии успешно состоялась бульдозерная революция. Снова совпадение? Не помню примеров, чтобы революция привела к эволюции. Просто те люди, которые стоят за этими революциями, они не преследуют цели улучшить жизнь в этих странах. Самая уязвимая легкая на подъем часть населения заседает в соцсетях. И вся арабская весна ознаменовалась именно революциями Фейсбук. Да и армянский лидер, пришедший в результате бархатной революции Пашинян, не скрывает секрет своего успеха. Конечно, Фейсбук сыграл очень большую роль в процессе нашей революции, потому что Фейсбук был очень эффективным каналом для информационных потоков, чтобы пригласить людей на митинги. И даже если в США протесты возникают, когда это кому-нибудь нужно. Например, в 2014-м в Фергусине протестный пыл не утихал благодаря главному донору Демократической партии США. Джордж Сорос тогда подлил в пламя протестов 33 миллиона долларов на поддержку группировок подстрекателей. Да и происходящее этим летом в США поговаривают его рук дело. На фоне происходящего в последние годы нынешние события, в том числе и в Беларуси, настораживают даже соседние государства. Примечательно, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США в 2019-м начале 2020-го годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 миллионов долларов. Пока многим кажется, что повсюду в мире происходит революционный хаос, оказывается хаос, управляемый конкретными людьми с конкретными целями. Вопрос, зачем поддаваться уже до боли знакомым всему миру манипуляциям? Еще больше разоблачительных новостей в нашем телеграм-канале АТН Ньюз. Как филантроп Джордж Сорос стал кукловодом мировой политики и главным спонсором цветных революций? Почему в США его хотели признать террористом и почему проклинают в Израиле, а также на родине, в Венгрии? На что уходят сотни миллионов долларов, которые ежегодно выделяются общественным организациям по всему миру? Что на самом деле скрывается за ширмой якобы гуманитарных проектов? Темная сторона благотворительности одного из богатейших людей на планете? Как работают социальные институты цветных революций? А также какие проекты Сорос пытался курировать в Беларуси? Расскажем в понятной политике в понедельник после панорамы. Как всегда, только факты, а выводы делать вам. Наблюдая за очередным переделом мира, настоящие патриоты понимают, как важно сейчас закрепиться на своей земле. Об этом не раз говорил и наш президент. А когда удаленные уголки нашей Родины продолжают возрождаться и развиваться, это всегда найдет отклик в сердцах белорусов. Проверено, ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая Родина. Это так важно, приумножать красоту родного края. Пинский район – самобытный и гостеприимный край в самом сердце Беларуси. Деловитости его жителей можно позавидовать. Местные говорят, когда становишься хозяином своей жизни и сам решаешь, что делать, то любой труд в радость. Активно развивать сельское хозяйство края помогают и вековые традиции, и современные технологии. Предприниматели региона пополняют местный бюджет более чем наполовину. По налоговым отчислениям не уступают промышленности и строительству вместе взятым. Бесспорно, главное достояние Беларуси – это люди. Предкам жителей Пинского региона когда-то покорились эти болотистые места. Отсюда и характер – упорство. Кто знает, как бы развернулись события в августе, если бы не стойкость местных жителей. Попытка отдельных альтернативщиков и радикалов прорваться в местную администрацию тогда потерпела фиаско. Как и чем живет край сегодня, знает Ксения Лебедева. Традиционная рубрика главного эфира «Место для жизни». Пинщина – центр Белорусского полесья, исторический и географический. Крупнейший по площади административный район Беларуси. Местные болоты известны как непроходимые и опасные топи, которые пугали иноземцев во время военных операций разных лет. В наши дни это синоним уникальной экосистемы, которая привлекает ученых со всего мира. А еще это регион редчайшей славянской культуры. Чаротовые крыши, болота, клюква и местный говор – это бренд полешуков. Мы на Пинщине. Некогда этот край был одним из самых заболоченных в Беларуси. Здесь передвигались лишь на лодках, а торговали только рыбой. Дух предпринимательства и предприимчивость у пинчуков осталось с тех времен. Но сегодня их достояние не болото, а земля. Где весной цветут сады, летом колосится жито, а по осени собирают богатый урожай. У сельхозпредприятий Пинского района 70% земли отвоеваны у воды. По площади сельхозугоди – это один из крупнейших районов Брестской области. И посевные площади с каждым годом прирастают. Неудивительно, что сельхозпроизводством занимаются два десятка предприятий. Различные формы собственности и более 60 фермерских хозяйств. Одно из них возглавляет Валерий Станиславович Кахнович. Стоял у истоков современного садоводства в стране. Его саженцы дали жизнь многим яблонным плантациям в республике. Считает, что садоводство – высший пилотаж земледелия. До начала 2000-х годов практически садов не было в республике. Поэтому мы начали садоводство с нуля фактически. Продавали в лучшие годы до 150 тысяч саженцев по республике. В этом году мы с этого участка получили с гектара по 70 тонн яблок. Поэтому это такой уже мировой уровень. Можно ли сегодня говорить, что мы ни капли не уступаем тем же польским яблокам? Мы не уступаем ни по каким параметрам. Даже по качеству яблок, я думаю, что мы, может, превосходим. 30 лет в бизнесе. Половину из них проработал в сельском хозяйстве. После был и свой ресторан, и заправочная станция. Но вернулся к земледелию. Ведь это именно то, что доставляет удовольствие и в чем хочется развиваться. Несмотря на затраты физические, душевные, финансовые ставят лишь на последнее место. Самая главная поддержка заключалась в том, что мы получили бесплатно землю. Это самая главная поддержка, которой нет ни в одной стране мира. И другой поддержки, в принципе, я и не хочу. И, в общем-то, не считаю, что изживенчеству надо это поощрять. У нас все-таки очень инертный народ. Мы все время что-то ждем, что произойдут какие-то такие события, что просто все побегут и все. Ну, нас надо тут менять этот подход. Потому что приезжали к нам тут польские садоводы. Они были впечатлены нашим садом. И когда они спросили, сколько стоит ваша земля, я сказал, что нам государство выделило эту землю. Они были удивлены очень, потому что... А почему, говорят, тогда у вас не садят там в таких объемах больших? Я не мог ничего ответить. Тем более, я вам скажу, что по фермисту у нас очень хорошее законодательство. И это не просто слова, а подкрепленное делом. Только в этом году хозяйство заложило в хранилище 1250 тонн яблок. 90% отправится за рубеж на традиционные рынки. Контракты уже подписаны. Стоит отметить, что хозяйство технологичное, ведь в хранилище позволяют сохранить фрукты свежими до нового урожая. А саженцы – это последнее мировое достижение селекционеров. Собственные сады есть и у местного винодельческого завода. Правда, выращивают не только яблоки, но и виноград. И это уникально для Беларуси. Виноград уже переработан. Из него уже получены виноматериалы. И из этого продукта у нас будет производиться брензи. Дальше есть наметки, что будет у нас выпущен первый белорусский коньяк. Это будет из нашего белорусского винограда. Что касается яблоневых садов. У нас есть небольшой сад, поэтому, чтобы получить свою продукцию, а именно мы выпускаем различные виды вин и тоже тальвадос. Новый для Беларуси напиток из местного сырья. Корни его в одноименной французской провинции. В производстве традиционно используют букет из небольших, но очень ароматных яблок. Поэтому собственный фруктовый сад в реализации идеи был под номером один. Возможности местного сырья используют по максимуму. Даже из клюквы готовят дистиллят, а из него уже шнапс. Планку поставили высокую, поэтому работают и над качеством сырья, и технологиями. В этом году приступят к модернизации линий. Модернизацией занимаются и сельхозпредприятия. Абсолютно все стадо мы можем косметить. По группам, вот эта нижняя, это показывает, сколько каждая группа дает молока. Это хозяйство по количеству крупного рогатого скота в республике в тройке лидеров. На рынке страны занимают первое место по реализации мяса, по молоку – четвертое. Чтобы держать позиции, постоянно совершенствуют содержание животных и производство. Сейчас доильные залы – это не те доильные залы, которые были раньше. Они тоже полностью автоматизированы. Оператор машинного доения не контролирует, когда аппарат отключится. И всю систему ведет автоматизация. Информационные технологии плотно укореняются в сельское хозяйство. Сегодня благодаря чимпированию животного, информацию о его самочувствии и другие показатели можно увидеть даже с мобильного телефона. Можем мы прямо посмотреть с вашего телефона, как себя чувствует какая-нибудь из коров? Любой номер животного, любые его проблемы, то есть подозреваемая болезнь. Если говорить про количество рабочих мест, сегодня у вас есть свободные места, вакантные места? Такого, чтобы у нас вакантных мест особо и нет. А очереди есть? Люди, которые хотят работать на этом предприятии? Ну, я не буду говорить, что там очередь колоссально огромная, но есть. Семье Борчук с Украины повезло попасть в список тех, кому достались в свое время вакантные места. Переехали 6 лет назад с Ровненской области. Граничит с Белоруссией. Ездили к сестре в гости. Приехали раз, два. Ну, смотрим, что люди хорошо живут. Спросили у сестры. Сестра подсказала, что давайте поедем, спросим у директора. ООО Парахонская, может, возьмет на работу. Вот и здесь работаем. Устроились, сразу дали жилье. Живем. Жена сейчас в декретном отпуске. Трое детей, все родились здесь. А зарплата как? Ну, зарплата нормальная. В среднем, получается, 1200-1300. В сезон даже больше выходит. На Украине работы нету. Заработной платы заработать тоже нету. Здесь приехали, посмотрели школу, музыкальная школа, перспективы для детей. Можно заработать, можно жить. А там все время приходилось ездить по шабашкам. Сейчас Виталий и Татьяна строят свой дом. Использовали льгодный кредит для многодетных семей. Зарплаты были сразу, отличались намного. Что мы жили в Украине, что здесь. А где лучше? Конечно, здесь. Никогда в жизни бы, наверное, не уехала туда сейчас. Вот если сравнивать жизнь здесь и там, тут на 100% мне жизнь больше нравится. Парахонск – один из сельских пунктов, где население прирастает. А познакомившись с местечком поближе, начинаешь с оговоркой называть городом. Потому что не уступает. Произошла мелиорация, и на этом болотистом месте образовался агрогородок. На сегодняшний день здесь проживает около 3000 населения. Имеются все инфраструктуры. Дом культуры, спортивная школа, музыкальная школа, общеобразовательная. Все то, что есть в городе, есть у нас. А что, на ваш взгляд, стоит попробовать, когда оказываешься в Парахонске? Что купить нужно? Купить беляши. В чем секрет настоящего вкусного беляши? Секрет в том, что мы сюда, кроме муки, добавляем мясо. К вечеру у вас ничего не остается? Никогда. Пинск – красивый город с богатой историей. Вот несколько интересных фактов. Поскольку через него проходил Днепробухский канал, соединяющий Балтийское и Черное моря, город был по своей сути важной стратегической точкой. Оказывается, в Отечественной войне 1812 года Пинск положил начало к крушению Европейской империи Наполеона I. В этом году произошло что-то похожее. По крайней мере, эмоционально это воспринимается именно так. И речь о событиях, которые начались 9 августа. Началось все примерно в 8.30 вечера, когда поступила информация, что около 80 агрессивно настроенных граждан следуют по улице Первомайской в сторону площади Ленина. Это была довольно-таки неожиданная ситуация. Ничто этого не предвещало. Выборы прошли спокойно. Была радиосвязь. И я услышал, что примерно 500 человек уже идет с площади Ленина по улице Ленина и направляется к райисполкому. В этот момент в исполкоме находились прибывшие члены региональных комиссий избирательных с бюджетнями. В основном это женщины, учителя, медработники, другие люди простые. И была большая опасность, что будет погром именно этого здания и пострадают люди. В этот вечер с уверенностью можно сказать, что Пинск заново родился. Таких боев он не видел давно. Скажите, вот как на тот момент все стояло? Вот как-то изменилась эта площадь после этих событий? Значит, изменилась. Лавочек здесь нету. В связи с тем, что они поломаны, еще не отремонтированы, задние установили. Лавочки стояли вдоль улицы Ленина. Как в левую сторону, как в правую. И вот у памятника. Также справа и слева стояли лавочки, которые были последовательно разломаны. Были вбросы информации, вслух, что пала Лида. Милиция Гродно перешла на сторону протестующих. И это постоянно было, каждые 10 минут. Толпа заводилась у Люлюкова. Это была настоящая оборона. Не просто административного здания, а независимости. Ведь кто знает, как бы развернулись события, если бы сотрудники ОВД не нашли в себе мужества стоять до последнего. В этот день пострадало порядка 70 милиционеров. И без подкрепления не обошлось. Несколько раз увернулся я от камней. Ну и один прилетел, скажем так, в лицо. То есть в результате чего у меня было выбито два зуба. Нам давали коридоры, как когда-то у нашей южной соседки. Среди всей толпы, чтобы мы бросили щиты, прошли. То есть было психологическое давление на сотрудников. Никто, конечно, не поддался. Но и избежать уже штурма нашей колонны было невозможно. Светлана из Донецкой области и в Беларусь переехала из-за войны. Пока мы общались, она рассказала о перестрелках и как страшно в такой неспокойной ситуации отпускать ребенка в школу. И как после Майдана в 2014-м до конца не верили, что огонь больших перемен придет и к ним. Но был разыгран худший сценарий. Его рейтмотивом стала информационная агрессия и разделение народа на белых и черных. На тот момент, в 2014-м году, была очень сильно развита информационная война. И людям, которые жили на Донбассе, информацию преподносили одним образом. А на Западной Украине преподносили другим образом. И тем самым настраивая один народ друг против друга. Все эти политические дрязги, они интересны, наверное, только определенному кругу людей. Мне так кажется. Все остальные обычные простые люди, они хотят мира, я считаю. И когда вот эти какие-то события волнительные начали происходить здесь, я очень расстроилась. У финского района сельскохозяйственный вектор. С одной стороны, вековые традиции, с другой – современные технологии. В целом, предприниматели региона пополняют местный бюджет более чем наполовину. Не уступают промышленности и строительству по налоговым отчислениям вместе взятым. Главное достояние – люди. Откладывают отпечаток места, где жили предки веками, их упорство и стойкость. Умение выживать и не сдаваться. Отсюда и характер, и деловитость. И отстаивать свое и своих до конца. В главном эфире Ксения Лебедева Илья Максимов и Олег Долгополов. И, конечно, гордость нашей страны – это и богатое культурное историческое наследие. Ежегодно Беларусь привлекает тысячи любителей экотуризма. Где еще можно встретить неповторимые пейзажи Полесья, окутанные вековыми легендами замки, прикоснуться к памятникам героизма и мужественности, таким как Брестская крепость. Уникальные места можно отыскать абсолютно в любом уголке страны. В списке наследия более 750 объектов, и государство заботится о его сохранении. Благодаря поддержке памятники архитектуры возрождаются из руин и становятся точками притяжения гостей со всего мира. Вторую жизнь получают и исторические объекты, которые спрятались в тени более крупных достопримечательностей. Так произошло и с белорусским Нотр-Дамом, который пережил две войны. В деревне Закозель Драгичинского района восстанавливают каплицу-усыпальницу рода Ажешка. Памятник архитектуры 19 века долгое время находился в запустении. Это привело к его аварийному состоянию. Не устоял в ожидании ремонта и шпиль шедевра неоготики. Обветшавшая конструкция обвалилась. Целую операцию по спасению тогда развернули местные власти. Деньги на реставрацию выделили из районного бюджета. Но также финансовую помощь оказал фонд президента по поддержке культуры и искусства. Подключились и меценаты. О новой жизни здания с богатой историей. Из Закозеля репортаж Инна Пелевич. Негласно она известна как белорусский Нотр-Дам. Каплица-усыпальница в деревне Закозель Драгичинского района по причине архитектурного сходства называют сестрой собора Парижской Богоматери. На сегодня это одно из самых древних неоготических строений нашей страны. Перекликается очень сильно и близко с северными воротами Эдмунд Берри, которые находятся в Лондоне, в Англии. И стиль миоготики характерен для того периода. Очень много таких построений. Но это, конечно, единственное в своем роде в Беларуси и такого масштаба, и в таком состоянии, которое осталось в этом стиле. Каплицу-усыпальницу в Закозеле в 19 веке возвела семья Ажешко, самая известная представительница влиятельного рода Элиза. На тот момент будущая писательница регулярно приезжала сюда на службу. А по одной из легенд даже прятала здесь раненого революционера во время восстания 1863 года, за что лишилась родового имения, но открыла в себе талант автора. Сейчас насладиться красотой памятника архитектуры с богатой историей мешают строительные леса. Здесь ведутся восстановительные работы. А еще несколько сезонов назад памятник находился на грани исчезновения. Бесхозным, заколоченными окнами и дверями он простоял не одно десятилетие и постепенно разрушался. В итоге испытания временем не выдержала крыша, обрушился шпиль. К спасению историко-культурной ценности подключились фонд президента по поддержке культуры и искусства, районные власти и меценаты. В текущем году выделено 548 и 5 тысяч рублей. 200 тысяч с районного бюджета и 348 и 5 тысяч с фонда президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Восстанавливать каплицу-усыпальницу начали с верхнего яруса. Уже установлена деревянная стропильная система с покрытием из меди. Именно этот кровельный материал использовал архитектор Франтишек Ящель. Он же Зочи Палаца Пусловских. Вернулся на свое историческое место и шпиль. Его украшает аутентичный крест. Сейчас, когда у нас уже крыша будет накрыта, пойдет высыхание всех внутренних стен. Будет здание приходить в свое рабочее состояние. И даже можно будет убрать вот эту табличку об аварийности часовни-усыпальницы и пустить внутрь людей, туристов. Здание является историко-культурной ценностью страны, поэтому восстановление проходит под контролем Министерства культуры. Реставраторы провели работу с архивами. Опираются на сохранившиеся фото и иллюстрации. На всех окнах усыпальницы частично сохранилась лепнина. Реставраторы уже сняли с нее образцы. Это позволит восстановить интерьер памятника в первозданном виде. Реставрация разделена на несколько этапов. Один из них завершится уже к концу этого месяца. Продолжить восстановительные работы на объекте планируют в следующем году. Они будут касаться в первую очередь фасада. На свое место вернутся гипсовые элементы, витражи. Также будут установлены новые двери. На полное возрождение часовни понадобится от 5 до 10 лет. В главном эфире Инна Пелевич, Юрисахадзе и Илья Максимов. И это все, что мы успеваем рассказать. С вами были Максим Угляница и Полина Шуба. Увидимся в главном эфире. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова